приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа 1998 году по откровению божию я поехал вам амурскую область город сковородино и там есть через пять километров войсковая часть где восемь месяцев я провел миссионерское служение в двух общинах после этого господь дал мне откровение и я поехал в армению но именно из армении как по откровению господа позвонил ко мне один из моих духовных учеников и сказал что послал за мной на дорогу деньги чтобы я купил билет и поехал в башкии в город стрельтамак потому что он сказал что там рассказал обо мне и там ждут меня чтобы я там провел определенное духовное служение я поехал туда познакомился с людьми познакомился со общиной это была молодая община верующие были были там молодые и я когда находился в одной местности это был девятиэтажный дом на девятом этаже в доме верующей сестры там я стал перед господом и начал молиться я сказал господи если ты меня послал сюда то мне должны сопровождать следующие знамения силы и чудеса которые написаны в евангелии а если ты меня сюда не послал то почему я приехал сюда господи боже я хочу служить тебе господь и мне не нужно человеческие вот эти путешествия мне нужно сопровождение твоего духа святого именно после этой молитвы ко мне был звонок я взял телефонную трубку тогда не было этих сотовых телефонов это девяносто девятый год уже летом и вот я взял в трубку я спросил кто-то оказывается молодежь этой общины собралась и они приготовили окрошку из кваса и хотели угостить мне мне было очень интересно общаться с ними и они меня спросили кушаю ли я окрошку я сказал мне все равно и только посылайте за мной человека потому что я дороги не знаю чтобы сопровождать меня они поставили за мной одну молодую женщину ее зовут флора курганова дениславовна и она приехала мы вместе вышли и сели в троллейбус и поехали когда мы ехали я говорил о христе иисусе громко и два с половиной метра родился мы люди внимали этому слову потом мы вышли на какой-то остановке и вот сестра повернулась ко мне и меня сказала брат я сделал одну вещь я не знаю вы будете меня ругать или нет я говорю а что ты сделала она меня говорит что я одну остановку дольше повела вас я говорю почему цель в чем она говорит я заметила что люди которые слушают слова очень внимательно слушали и слова как бы не доконченное было я хотел чтобы вы закончили докончили это слово чтобы им было о чем задуматься поэтому я одну остановку дольше я повела я говорю ты все правильно сделала мы сели с обратной стороны другой троллейбус поехали одну остановку и вышли я не мог представить себе я не мог представить себе что вот эти пять десять минут они могут решать жизнь человека вы знаете да конечно и секунда это решает но вот так естественно это происходит что даже ну невозможно так думать мыслить потому что это действие бога это дух святой он умеет это делать мы спустились и вот сейчас я наизусть знаю это место местные жители это место называют свечкой потому что у них там горит так называемый вечный огонь и оттуда перешли улицу и пошли к определенному дому это был 40 а дом 2 этаж сколько помню 175 квартира мы постучались и там должны были нас ждать дверь открыл молодой мужчина и сказал что они все отсюда уехали в другое место но однако он не сказал куда они поехали я когда посмотрел на сестру флору она была весь в красном лицо и стала покраснеть я говорю что случилось с тобою она меня говорит мне не по себе потому что братья и сестры мне не сказали куда они едут а взяли и уехали я говорю сестра если здесь кто-то должен себя дискомфортно чувствовать то это я а я себя чувствую комфортабельно так что все нормально давай пойдем мы спустились на первый этаж и когда вышли из подъезда вдруг я вижу что там стоит человек который еле еле держится на ногах он пьяный и он посмотрел на меня и рукой показал в сторону значит бульвара и говорит они все пошли вон ту сторону я говорю сестра ты замечаешь что бог поставил человека чтобы нам показать путь вы знаете это очень похож на историю нашего дорогого иосифа когда он пошел в пустыню за братьями они специально поменяли место свое а там оказался какой-то человек и кто был этот человек скажите пожалуйста кто был человек в пустыне что он там делал когда там с ним не было ни поствы ничего что он там делал а мы сейчас знаем потому что у нас писание что это был бог форме и по образу человека чтобы дать направление куда ему идти и так бог через пьяного человека дал направление мы спустились к остановке остановка называется остановка имени ленина ленина бульвар также там называется я посмотрел никого нет повернулся к сестре и говорю а сейчас куда она руками вот так в стороны сказал я не знаю в этот момент дух божий реально показал свое присутствие и бог мне сказал вон в ту сторону вам нужно идти я сказал ей я знаю вон туда надо идти я показал в правую нашу сторону где находится вот это так называемая свечка мы начали по центру бульвара ходя и пойти в ту сторону я ей говорю сестра сейчас ты увидишь действие живой веры и говорю вера это не то когда человек верит что есть бог вера это не то когда человек читает спешенное писание вера это не то когда человек ходит на собрание вера это не то когда человек проповедует о боге вера это то когда бог входит в человеке и ходит через человека и я когда так сделал рукой показал прямо перед собою и по направлению моего пальца моей руки я увидел через 50 70 метров может быть 100 метров человека полу лежащего на земле я сказал почему он там лежит и беспордунно останавливая наш разговор я начал приближаться к этому человеку когда мы подошли я был в черном академическом костюме у меня был черная была черная рубашка и малышный галстук библия моя была на замочке и кожаным переплетом я держал в руке я передал мою библию сестре я когда подошел к этому человеку я подумал его побили потому что у него текла кровь но когда я заметил что вместе с кровью течет и текут его слюни я понял что он просто умирает есть какая-то определенная проблема я посмотрел там стоит молодой человек лет 35 я крикнул ему скорую вызвали он сказал да я взял двумя руками за этого человека правую руку положил под грудь левую руку на спину я ему говорю отец ты меня слушаешь он был в возрасте он мне еле-еле сказал несколько слов я не могу говорить вот так я сказал отец я прошу тебя я что буду говорить тебе все что буду говорить тебе только головою дай знак ты согласен или нет все остальное ничего не надо хорошо он мне сказал да я посмотрел на небо и громко громко сказал господи иисусе я прошу тебя на пять минут на пять минут возврати разум этого человека чтобы он мог понимать что я ему говорю возвратив разум и открой его мысли так чтобы он понял мои слова господи прошу тебя и я ему говорю отец ты веришь что есть бог он дал головой согласие я ему говорю ты веришь что сын божий иисус христос он дал свое согласие но однако башкирия это мусульманская страна и если там игнорируют или не верует в их в господа иисуса христа это само собой разумеется нельзя никого обвинять это другая религия это другое уверование но он сказал что да верит я ему сказал отец ты знаешь что иисус христос сын божий умер на кресте за тебя и пролил свою святую кровь он головой снова дал согласие я сказал отец если ты сейчас примешь господа иисуса христа как своего личного спасителя то бог спасет тебя от данной смерти который хочет унести тебя он своей головой дал свое согласие что принимает и я вот так держа его двумя руками вот правую руку на грудную клетку левую руку на спину я громко громко крикнул иисус помоги я посмотрел справа с правой стороны налево сверху вниз там две дороги соединялись в одну этот центр города где три проспекта соединяются вместе и я когда посмотрел на ту сторону вдруг увидел что через две дороги там буквально в другом бульваре где люди ходят там где вот эти дороги для людей там нету места для машин скорая помощь машина скорой помощи запуталась среди деревьев в моем мышлении секундально прошло прошла история авраама и исаака как овен который запутался рогами своими среди этих кустов и бог показал спасительную вот эту машину который бог послал чтобы помочь этому человеку я встал и громко приказным голосом сказал ждать здесь и я бегом побежал вы знаете я очень быстро бегу и как бы мои родные и близкие люди которые меня любят псевдоним мой как бы назвали меня по псевдониму быстро бегуши потому что я реально быстро бегу я бегом когда прошел одну улицу потом другую улицу но там где уже улица заканчивается там есть на высоте приблизительно одного метра перилы по периметру всей дороги я понял что вот эти перилы нужно перепрыгнуть потому что машина повернулась и от меня машина уехала я говорю господи если я перепрыгну эти перилы то люди стоящие на остановке однажды увидят меня проповедующая об иисусе христе и скажут это хулиган тот раз он прыгал через перилы а сейчас он проповедует иисуса христа что мне делать прыгнуть или нет господи вот все это секундально вот мгновенно все это в моих мозгах в моем мышлении происходило именно я бегал и об этом размышлял чтобы честь господа как бы высоко держать мою жизнь и моим действием и бог сказал духу моему я умер не ради твоего человека твоей человеческой чести а я умер ради душу того человека прыгать через перилы и я ударил руками на перилы и перепрыгнул и за машиной знаете я бегу за машиной сколько у меня есть сил машина отменяя за машиной и машина уже выехала на дорогу я тоже прибежал но на мотор а у меня сердце я заметил что не догоняю машину я встал и вспомнил что в детстве я сильно свистел я пальцем в рот и так свистнул очень несмотря что окружали меня люди машина остановилась я бегом туда водитель открыл дверь я ему говорю умоляю вас там человек умирает помогите пожалуйста оттуда медсестра посмотрела и так приказным таким голосом сказала у нас вызов мы едем в другое место я сказал во имя господа иисуса христа там человек умирает она меня сказала садитесь машину я сел машину мы поехали и когда приехали в это место а там ну метров 200 100 метров вот так как все это пройти проехать и там мы остановились там были две милицейские машины там из милиционеров наверное человек восемь там стояли но никто не подходил так удивительно люди проходили никто не подходил но никто там много людей ходили но этот человек как бы никому не нужен вот он был старой одежде у него старая сумка сумка упала молоко ввели на землю но он не нужен никому понимаете или нет оказывается ему 78 лет он и не молодой человек но однако это человек образ и подобие бога живого и он умирает ему нужна помощь я спустился подошел вы знаете я всегда держу своем кармане платок или два платка я так научен научен потому что я и офицер восставки и кроме того воспитание мое чисто офицерское мой военрук меня так воспитал чтобы всегда у себя держать платок и я придерживаюсь этому я умру себя всегда держу платок я когда подошел и его поднял сказал отец все в порядке поднимайся я его поднял вот вот этот кровь вот буквально и на его грудь вот это самое и я понял что нужно чешать я руку в карман а там нету платка я платки оставил дома но не до платка и знаете бог сказал моему сердцу бог прикоснулся к моему сердцу и бог мне сказал если бы я был вместо него вот так бы иисус если бы я был вместо него как бы ты поступил вы знаете что я сказал я сказал вот так мой господь и рукою своею вот так почистил его рот и дедушка понял что нужен платок он достал свой платок белый и я почистил потом его посадил в машину и мы поехали в больницу поехали в больницу садовскую и там уже положили его доктора собрались медперсонал собрался они думали что я какой-то чиновник я помогаю я им объяснял они не верили что я не родственник я чужак просто проповедник помогаю ему и вдруг бог посетил этому человеку бог посетил и он сел на месте лицо стало белым белым и он посмотрел на меня и сказал рахмат что обозначает спасибо я ему сказал богу рахмат тебе нужно принять господа иисуса христа как своего личного спасителя он сказал принимаю и слова господу за это потом я его координаты дал общение чтобы работали с этим человеком когда я оттуда уехал и Продолжение следует...